Бассейн уже виден и бассейн планируем заливать буквально в следующей неделе уже. Заливать будут основания под чашу будущего школьного бассейна. Его очертания уже различимы на стройплощадке. Понятны и масштабы новой школы на улице Северной. Это будет здание общей площадью 6000 квадратных метров. Сейчас строители занимаются устройством фундамента. На площадке занято 45 рабочих, но уже со следующей недели их количество увеличится вдвое. Работаем с 8 утра до 9 вечера, но со следующей недели приступаем в круглосуточном режиме. Работы будут организованы в три смены. При вязке арматуры работы достаточно бесшумные, но когда будет заливка фундаментной плиты, придется потерпеть. Потому что работа и миксеров, миксера будут постоянно подъезжать, и работа бетонного насоса создают определенный шум. Но он не такой существенный. Новая школа, рассчитанная на 1200 человек, возводится по Казанскому проекту. В ней будут современные классы, две библиотеки, два плавательных бассейна, два спортзала, актовый зал. В общем, настоящий образовательный центр в микрорайоне, где выше всего потребность в новых местах для учеников. Сегодня процесс строительства на месте оценивают городские власти. График в целом выдерживается. Какие-то работы идут с опережением, какие-то с небольшим отставанием. Срок сдачи объекта – июнь будущего года. Поэтому строительство будет вестись и зимой. Бетонировать можно и в зимний период, только нужно применять специальные меры. Это электропрогрев бетона, либо паропрогрев с утеплением. Поэтому работы будут вестись круглый год. До января планируется закрыть контур, то есть все три этажа залить и уже переходить на кровлю. То есть задача к середине зимы – возвести стены новой школы и вставить окна. Пока здание строится, необходимо привести в порядок и близлежащие территории. Подходы к новому образовательному учреждению должны быть комфортными для детей. В городе реализуется программа «Комфортная городская среда». И один из принципов этой программы – комплексность. Мы отследим, чтобы заявки на близлежащие территории были сформированы. И будем рекомендовать общественные комиссии по проекту их рассматривать в приоритетном порядке. Администрация города со своей стороны спланирует ремонт внутриквартальных проездов. На строительство новой школы из областного бюджета выделено почти 800 миллионов рублей. Из городского – 400 миллионов рублей. Возведение этого образовательного учреждения нового поколения позволит отказаться от второй смены сразу трем соседним школам.